Эпидемия туберкулеза не грозит. Одесса единственный город в Украине, который обеспечил себя вакциной МВЦЖ до конца этого года. 18 марта 20 тысяч доз иммунобиологического препарата наконец-то завезли в регион. И прививочные кабинеты в детских поликлиниках и роддомах вновь начнут свою работу. Подробности знает Юлия Долганюк. Сейчас мы зайдем в холодильную камеру, где хранятся вакцины. Там довольно прохладно, поэтому без верхней одежды можно запросто замерзнуть. С учетом температуры все очень строго. Специальный датчик поддерживает ее на уровне от 2 до 8 градусов. Ниже нельзя, чтобы иммунобиологические препараты не заморозились. Выше запрещено, чтобы избежать их порчи. Этого события одесситы ждали долгих два года. Вакцины не было ни в поликлиниках, ни в роддомах, ни даже в частных аптеках. Поставку мы получили в этой коробочке большой. Здесь 2500 доз. Значит, внутри у нас маленькие коробочки по 50 доз. Вакцинация проводится только в лечебных учреждениях. На дому вакцинированных людей, ну, так же самое и взрослых, запрещено. Заведующая фармацевтическим складом Ирина Филонова в системе здравоохранения более 20 лет. С такой накаленной ситуацией из-за отсутствия прививок никогда не сталкивалась. К счастью, теперь родителям маленьких одесситов переживать уже не стоит. 24 марта у нас отмечается день борьбы с туберкулезом. Поэтому это очень знаковый случай, счастливое событие, что наш город закупили для нашего города, для наших деток вакцину. Препарат приехал из России. Срок годности до августа 2017 года. Завезено 20 тысяч доз вакцины. Ожидается доставка еще 30 на следующей неделе. Медики уверяют, этой партии хватит, чтобы перекрыть потребность города до января. Остальные регионы Украины все так же под угрозой вспышки эпидемии туберкулеза. Киевская клиника звонила хотя бы какую-то часть вакцину. И при вас звонил город Херсон. Они уже узнали, что у нас есть эта вакцина. Но, к сожалению, мы бы с удовольствием поделились. Но мы прежде всего думаем о наших гражданах, об одесситах. Уже с начала следующей недели департаментом здравоохранения вакцина будет распределена по поликлиникам и роддомам.